Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня разговор в студии пойдет о работе отрасли торговли и услуг. Присоединяйтесь. 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 Пользовались ли они спросом? Да, конечно. Это была такая инициатива, которая была направлена для того, чтобы расширить и популяризировать нашу белорусскую национальную кухню. И блюда максимально были традиционные, простые. Мы постарались, чтобы и ценовой фактор был соответствующий, доступен для любого бюджета. И по результатам, уже подводя, более 20 заведений общественного питания приняли участие в этой акции. Блюда были востребованы достаточно. То есть количество заказов ежедневно было достаточно для того, чтобы многие даже после проведения нашей акции, которая проходила с 3 по 12 июля, оставили в своем меню те же самые блюда. И на сегодняшний день их по-прежнему можно попробовать. Те, кто не успел у нас их попробовать во время проведения акции. А вам что больше всего понравилось? Ну, можно сказать, что я все яден, я все блюда попробовал, мне все понравилось. Ну, все-таки салат интересный от Горда. Ну и, конечно же, картофель запеченный с грибами, наверное, все-таки пячисто. Тоже очень интересное блюдо, такое сытное, мужское, настоящее блюдо. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы в прямом эфире, поэтому если вы хотите поделиться своим мнением или задать вопрос Александру Васильевичу, то, пожалуйста, не теряйте времени и дозванивайтесь к нам. Теплые летние вечера располагают к тому, чтобы посидеть на уютной террасе за чашечкой кофе и, может быть, чем-то вкусненьким. Скажите, пожалуйста, как в этом году кафе и рестораны региона сориентировались и подготовились к летнему сезону, к тому, чтобы обслуживать посетителей на открытом воздухе? Мы постарались сориентировать все наши объекты общественного питания на то, чтобы именно летние площадки максимально были использованы в этом году, поскольку, конечно, немножко подвела нас, наверное, все-таки погода. Не столько было у нас хороших теплых вечеров первые месяцы, и вот май, и первый месяц лета в июне, только сейчас установилась более хорошая погода, но по области 350 площадок – это те, которые у нас были организованы. Наибольшее количество, конечно, пришлось на наши крупные регионы, это более 60 площадок в самом городе Гомеле. Следующий идет, наверное, конечно, все-таки стоит отметить – это Жлобины, Мозырь, Речица, Рогачев, где также было немалое количество площадок. Но на сегодняшний день, вот я, например, для себя делаю выводы, вижу, что все-таки стоит еще работать и собственникам наших заведений над тем, чтобы привлечь людей на эти площадки, поскольку не все они, наверное, одинаково заполняются, соответственно, что-то не устраивает людей, поэтому нужно пересматривать, нужно ориентироваться, ну и настраиваемся на то, чтобы еще дополнительные места, вот площадки именно в тех местах, где проводят свое время наши жители области, были максимально задействованы. Ну, это парки, скверы, и речь здесь идет, конечно же, в первую очередь не только о Гомеле, где у нас самое большое количество, но это все районные центры. Везде есть место, где отдыхают люди, и максимально комфортные условия там должны быть созданы. Нужны ли еще точки общепита региону дополнительные, как вы считаете? Конечно же. В нашей сфере нельзя останавливаться. На сегодняшний день, если мы говорим об объектах общественного питания, то здесь, наверное, уже начинается такое вот понятие активное, которое необходимо использовать, это жизненный цикл. Ведь каждое заведение, оно наиболее, скажем, окупаемо и привлекательно в момент своего открытия, поскольку это что-то новое, и всем интересно пойти и посмотреть, какой уровень обслуживания, какие услуги предлагаются, какая кухня. Ну и со временем это заведение необходимо отслеживать для того, чтобы оно нам приобрело новую жизнь. И если говорить именно о тех объектах, которые нам необходимы, ну это все-таки должны быть хорошие уютные кафе, небольшого формата. У нас большое количество еще не охваченных объектами общественного питания наших исторических различных мест, то есть то, что формирует наш туристический потенциал области в первую очередь. Везде мы должны постараться создать условия для того, чтобы наши гости, которые посещают нашу область, и те наши внутренние туристы, которые в области перемещаются, они могли в первую очередь, конечно же, основную цель назначения объекта общественного питания, это вкусно покушать, ну и может быть возможность приобрести какие-то сувениры, то, что можно потом оставить себе на память. Спасибо, Александр Иосифович. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. У нас есть звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Владимир Иванович, меня зовут. Хочу задать вопрос. Чего закрываются магазины ОПО Требсоюза? Проблема купить овощи в городе. Элементарная проблема. Вы живете в Гомеле? Не купить. Вы в Гомеле живете? В Гомеле, да. В Гомеле, да? Район не подскажите какой? Да, кроме рынка негде. А какой район города? Что? Какой это район города? Центральный. Центральный. Репка закрылась, все эти овощные магазины позакрывались, Потребсоюз закрыл магазины. В чем проблема? Что овощей нет? Да, и помимо рынка, в общем-то, в центральном районе никуда не везешь. Но, конкретно, аграрная страна овощей не купит. Спасибо, Владимир Иванович. Будем разбираться. Александр Васильевич, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Спасибо за вопрос. Она по центральному району, в принципе, мне кажется, достаточно непростая. Это вопрос, наверное, все-таки инфраструктуры, потому что на сегодняшний день, если мы говорим о центральной части города, все-таки здесь меньше именно, так скажем, от постоянно проживающих жителей. Это не спальные микрорайоны, в которых сконцентрировали крупные торговые объекты. Но на сегодняшний день мы отслеживаем ситуацию по объектам нашим торговым. И такой проблемы, что нельзя купить овощей, все-таки я, наверное, не соглашусь. Проинспектируйте, пожалуйста, магазины, что они предлагают и по какой ценовой категории, и привозные это товары или это отечественные. Но мы дополнительно обязательно посмотрим ситуацию, поскольку любой вот такой сигнал, любая жалоба, конечно же, нами внимательно рассматриваемся, и какие-то упущения могут быть. Ну, я думаю, что мы исправили. Пройдитесь по центральному району, да, посмотрите, пожалуйста, что предлагается. Да, спасибо за вопрос. Что касается точек быстрого питания, почему, даже в отличие от Минска, в Гомеле их так немного? Ну, если говорить именно по классификации объектов быстрого питания, то на сегодняшний день по их количеству это у нас порядка 534 таких объектов общественного питания. Но это по всей области. И мы идем по количеству на втором месте после города Минска. Но мы здесь должны понимать о том, что кафе, они относятся к объектам быстрого питания, рестораны есть быстрого питания, кафетерии и так далее, кофейни, которые сейчас массово открываются. Это все объекты быстрого питания. То есть здесь сама технология о том, что есть возможность максимально быстро получить обслуживание, получить какой-то продукт с минимальным комфортом. И, соответственно, это не то кафе, где вы садитесь, посуда специальная, обслуживание. Это просто быстрое обслуживание. Поэтому их количество достаточно. Но если мы понимаем под этим форматом традиционные, особенно развитие объектов международных наших брендов, ну, я не буду уже, наверное, называть, это общеизвестные, то на сегодняшний день вот таких объектов у нас открывается все больше. Но это франшизы какие-то наши внутренние, республиканские, какие-то новые номинования. Но мы активно работаем над тем, чтобы пришли именно вот эти известные торговые марки. И у нас уже, я думаю, что многие гамильчане знают о том, что придет один, так называемый, бренд в быстром питании номер один. Поэтому, конечно, немножко нужно подождать, поскольку небыстрый процесс строительства. Но тогда, наверное, уже будет оценка о том, что у нас появились эти объекты. Ну, кафе и рестораны, тут все-таки и наценка соответствующая, да, и подождать придется заказ. А во всем мире такая очень привлекательная сфера для развития частного бизнеса, как правило. Это какие-то небольшие киоски, тележки, фургончики, где вот такую быструю еду готовят на глазах у посетителя в течение нескольких минут. И она, как правило, недорогая. Ну, это так называемая уличная еда. Конечно, особенность, наверное, есть наших требований законодательства санитарно, поскольку, в первую очередь, мы должны думать и беспокоиться о благополучии нашего населения, о их здоровье. И есть у нас, можно на улицах купить у нас и пирожки, и другую какую-то продукцию быструю. Но, учитывая вот эти именно санитарные требования нормы, здесь нужно быть очень осторожными. И все-таки развитие этой еды без обеспечения соответствующих условий для реализации, ну, это достаточно опасно. Ну, на сегодняшний день, вот в Гомеле достаточно объектов, так называемых вот этих бутербродных наших, бургерных и так далее. Есть возможность приобрести эту быструю еду. Да, стоит развиваться, конечно, еще в регионах поработать, но здесь это уже зависит именно от наших субъектов бизнеса, которые сами для себя определяют формат, поскольку есть цена входа на этот рынок, необходимый поток посетителей должен быть. Ну, и пока популярность, наверное, все-таки не настолько высокая для того, чтобы активно этот сегмент развивался. Молодежи больше, у старшего поколения, наверное, все-таки меньше. А сегмент привлекательный. Александр Иосифович, есть у нас телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас, пожалуйста, ваш вопрос. Я проживаю в микрорайоне Любинском. У нас раньше в нашем районе находился микрорыночек, а сейчас он отсутствует. Можно, чтобы у нас снова восстановили микрорынок и здесь организовали торговлю плодовощными культурами, морепродуктами и также с мясокомбинатов и других. Их плодовощной, а также молочной или другой продукцией. Мы, жители нашего района, это очень вас просим, пожалуйста, помогите нам, что у нас остановилось. Спасибо большое за звонок. Вот микрорайону все-таки этот мини-рынок нужен, а управлению? Достаточно актуальный вопрос. Недавно в городском исполнительном комитете обсуждался именно вопрос развития и работы рынков на территории города Гомеля. И вот в Любинском микрорайоне вообще запланировано строительство рынка, достаточно крупного объекта, который должен закрыть ту проблему, которая на сегодняшний момент там есть. Но я думаю, что мы дополнительно проработаем совместно с городским управлением для того, чтобы максимально закрыть эту проблему, чтобы не возникали вопросы. Александр Васильевич, а что касается магазинов, достаточно ли их число в регионе? Ну, на сегодняшний день различные форматы объектов торговли у нас более 14 тысяч. Если мы говорим о магазинах, то это уже у нас порядка 8,5 тысяч, то, что у нас именно в области имеется. Конечно, сказать о том, что достаточно этого или нет, это все зависит от места расположения. И все большее количество объектов открывается именно различного формата, максимально там, где у нас сконцентрирован потребитель. То есть на сегодняшний день практически все районные центры, за исключением нескольких, у нас имеют крупные объекты формата такого супермаркета, в котором представлен достаточно широкий ассортимент товаров. Следующие, это, наверное, все-таки наши магазины шаговой доступности, их большее количество, павильоны торговые, различные киоски снова же. Ну, они вот уже восполняют те пробелы и максимально подходят к нашим потребителям, к тому месту, где они работают и проживают. Но останавливаться на развитии здесь, наверное, нельзя никогда, поскольку рынок еще недостаточно насыщен. И работа по открытию новых объектов, она ведется постоянно. Ну, и работают, конечно, все по-разному. Кто-то с прибылью, кто-то постоянно жалуется на проблему. В причинах такой ситуации попробовали разобраться наши корреспонденты. Я предлагаю сейчас нам все вместе посмотреть сюжет. Это торговый центр на улице Белого. В Гумеле результаты реализации инвестиционного проекта. Насколько удачным окажется вложение средств, покажут в ближайшие годы. Но пока на отсутствие покупателей в магазине не жалуются. Тем более, что привлечь их пытаются не только ассортиментом. Практически каждый день акции со скидками. На товары дня, например, до 60%. Еще один совсем немаловажный фактор – учет специфики местных покупателей. Магазин расположен в новом микрорайоне, основная часть жителей которого – молодые семьи. Поэтому мы, конечно, учитываем и делаем упор на детский ассортимент. В постоянном наличии в широком ассортименте есть детское питание, как белактовское, так и импортное производство. Детские смеси, молоко детское в широком ассортименте. Также промышленная группа – это и игрушки, это и школьные принадлежности, и носочки, и так далее. С учетом местной специфики в магазине решили не ограничиваться только традиционной реализацией товаров. Собственный кондитерский цех – возможность предложить не просто всегда свежую, но и оригинальную по рецептуре продукцию. Еще один способ минимизации затрат и получения прибыли – работа собственного кафе. Каждый день все столики здесь не заняты, но по выходным желающих попробовать драники со сметаной или с грибами всегда хватает. Необходимости оказания дополнительных услуг уверены в торгово-развлекательном центре в агрогородке Поколюбичи Гомельского района. Когда-то здесь начинали с трех торговых киосков. Сейчас у предпринимателя несколько магазинов. В этом году здесь заменили холодильное оборудование на более энергоизберегающее. Сегодня в торговле нужно считать буквально каждую копейку. По этой же причине рядом с магазином открыли свадебный зал. С ориентацией на посетителей не только из агрогородка, но и областного центра. С учетом реальной конкуренции работать в сфере обслуживания сегодня нелегко, но можно. Тяжелее стало, но все равно можно. Можно. Мы коллектив сохранили. И прибыль у нас есть. Мы работаем с прибылью и развиваемся. То есть то, что вот это создано, это все с прибыли магазина. Центр агрогородка Поколюбичи – место особенное в нескольких метрах. Один от одного расположены сразу три торговые точки. Две из которых принадлежат частным предпринимателям. В магазине районной потребкой операции на почти 140 квадратных метрах около тысячи наименований продукции. Правда, таким ассортиментом сегодня уже никого не удивишь. Для того, чтобы реально конкурировать, приходится применять самые современные технологии. Помогает не всегда, однако в целом эффект есть. Есть такое, что именно, допустим, детские соки вылаживаются на полочке, которые так, чтобы шел ребенок, вот видите вы здесь, и сам какой-то сок выбрал для себя. Есть такое, что именно товар, который… вот масло подсолнечное с мукой, с крупою, чтобы и радужкам человек видел, видел акционное масло и брал, соответственно, товар, который лежит радужкам. В свое время местные кооператоры проблемы в реализации продовольственных товаров компенсировали продажи продукции промышленной группы. Правда, сегодня такой подход результат приносит не всегда. Желающих приобрести дорогостоящие диваны, холодильники и даже телевизоры становятся все меньше. Хотя однозначного мнения нет и в этом вопросе. Этот магазин современной женской одежды в Гумеле открылся в марте прошлого года. Ставку сделали на белорусскую продукцию. По качеству она не хуже импортной и пользуется спросом. Это большинство наших магазинов, конечно, однообразный, неинтересный ассортимент. И вот в этом наш магазин, конечно, выигрывает. Наши коллекции «Брестского весна-лето», «Престижа». В городе такого буквально не найдешь, и покупатели приходят именно к нам. Ну, а во-вторых, конечно, это хорошее обслуживание покупателей, доброжелательность. Мы всегда рады своим покупателям. На качество обслуживания покупателей ставку сделали и в продовольственном магазине, расположенном в Гомельском микрорайоне «Шведская горка». По большому счету, сегодня это единственный крупный торговый объект в этом районе. Не в последнюю очередь, по этой причине, за полтора года товарооборот магазина вырос почти в четыре раза. Хотя в администрации торгового объекта прекрасно понимают, конкуренты появятся обязательно, и к этому необходимо готовиться. Во-первых, коллектив хороший. Постоянно работаем с покупателями, спрашиваем, что хотят, их пожелания. Идем навстречу, ищем этот товар. Район очень интересный, детей много. Ну, как бы, перспективный. Мы так верим, перспективный. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Александр Иосифович Качан. И в студии прямого эфира мы принимаем очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Я уже разговаривала. А мы вас не слышали еще. Здравствуйте, пожалуйста, повторите ваш вопрос нам в эфире. Это мне касается, девушка? Да, это вам. Скажите, пожалуйста, здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать с районом Сельмаш? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста. У нас же нет магазина. У нас на Фадеево маленький слабенький магазин от Олеси. Маленький магазин возле больницы на Горбатого. Придешь с деньгами, нечего купить. Что в районе Сельмаша вы делаете? Поставили палатки. Маленькие эти люди ходят возле этих палаток. Почему зашли Сельмашский универсал? Мы вас поняли. Нужен крупный магазин Гомельского Сельмашу. Александр Иосифович, прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. Эта проблема, она уже, можно сказать, у нас на протяжении последних двух лет есть. После вхождения в процедуру экономической несостоятельности одного из операторов наших, это современные розничные технологии, закрыт данный объект. И на сегодняшний день именно в процедуры вот этой происходит реализация данного объекта. Я думаю, что как только это совершится, будет открыт новый хороший объект. Но на сегодняшний день единственные, которые компенсационные меры принимаются для того, чтобы население было обеспечено необходимыми товарами, это постоянно работающая ярмарка, там организована, ну и вот открытие этих небольших магазинов. Да, мы, конечно, заинтересованы максимально быстро решить этот вопрос, но, к сожалению, это не зависит от нас. Это уже именно процедура с законодательством предусмотрена именно в отношении собственника объекта. Ну, временные перспективы какие вы можете здесь ограничить? Сколько людям нужно потерпеть? Ну, я не люблю все-таки обещать. Мы постараемся максимально быстро решать вопрос. Хорошо. Я хотела бы обсудить тему, поднятую в нашем сюжете. Это конкуренция. Конкуренция способствует развитию? Или наоборот? Крупные сетевые магазины выживают из рынка слабейших? Ну, во всем мире исторически сложилось уже доказано о том, что конкуренция способствует именно созданию наиболее благоприятных условий. Если мы говорим о конкуренции на рынке, именно открытая, честная конкуренция, то это, наоборот, выгодно потребителю, особенно если розничный рынок. И здесь, на сегодняшний день, это еще более широкое предложение, качество товара, ценовой фактор. Это именно то, что дает конкуренция. Ну и, естественно, что любое развитие – это привнесение новых технологий, новых форм работы. И то, что в сегодняшней нашей реалии жизни, когда у нас открыто информационное взаимодействие, можно привлекать новые технологии для того, чтобы максимально задействовать потенциалы рынка, это все только дает плюс. Поэтому конкуренция хуже, когда ее нет. Вот то, что мы наблюдаем, наверное, в сельской местности, где на сегодняшний день, если мы будем говорить, вот именно это наши сельские населенные пункты, только 25% населенных пунктов в области охвачены частной торговлей. То есть туда пришли торговать наши предприниматели индивидуальные, или какой-то малый бизнес открыт. Все остальное, к сожалению, это еще возможность для конкуренции, для создания этих условий. Александр Иосифович, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы уже в эфире, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Вероника. Я сейчас увидела у вас небольшой эфир, небольшой, как реклама, магазина «Стиль». И приятно была удивлена, что я являюсь покупателем этого магазина. Часто в него захожу. И хотела бы поблагодарить Александра Иосифовича вас, и, наверное, руководителя того объекта, предприятия, которое открыли этот магазин. Потому что не хватало вот такого предприятия с таким ассортиментом. Вот правильно сказала заведующая, что, может быть, какие-то позиции, какая-то коллекция, и выбрать очень сложно в городе. А в этом магазине и приемлемая цена, и мне очень нравятся какие-то тенденции модные. Поэтому очень большое спасибо в День торговли и вам, как руководителю вот этого направления, и предприятию, которое открыло этот магазин. Хотелось бы, может быть, скажите, да, кто это, что за предприятие, и есть ли у них еще магазины, куда можно посетить их вот с таким направлением. Спасибо большое за звонок. Я думаю, что, Александр Иосифович, приятно слышать такие слова. Единственная ремарка – это не была реклама. И цель данного сюжета – не рекламировать магазин, только лишь показать, каким образом люди добиваются действительно и хороших отзывов, и прибыли, и хорошо работают. Но если есть такие звонки, то это говорит само себя. Спасибо большое за звонок, Александр Иосифович. Спасибо за отзыв, за приятные слова. Я обязательно передам руководителю. Ну, уже, да, не будем мы, наверное, все-таки здесь озвучивать, какую это наша торговая организация. Я думаю, что вы сможете посмотреть на вывески при очередном посещении данного магазина, и прекрасно знаете остальные их магазины. Я думаю, что они тоже вас порадуют. Ну, и приятно все-таки слышать, поскольку чаще всего мы сталкиваемся с критикой. Чаще, да, работники торговли, конечно, сталкиваются с критикой, но вот эта ниша, именно женская, она почему-то в нашем Гомеле долгие годы была проблемной. Почему-то открываются, закрываются модные магазины, и приятно тем более, что это белорусская продукция, которая тоже очень много вызывала и критики, и нареканий, а тут такой успех. Ну что ж, вот о способах работы и конкурирования поговорим далее. Сегодня очень сложно оставаться не в курсе новостей из жизни маленьких пластиковых игрушек. Или того, что просто совершая покупки в одной очень известной сети, можно отправиться в далекое путешествие. Сегодня государственная торговля готова в таком же режиме заявлять о себе, придумывать что-то необычное, акции, распродажи, сезонные скидки. Мне кажется, что вот только-только-только вот как-то это движение началось. Ваше мнение? Для меня, конечно, все это видно несколько по-иному, поскольку задача такая ставится перед руководителями всех организаций торговли максимально заниматься продвижением. Поскольку привлечение покупателя, то есть те маркетинговые мероприятия, которые вот это одно из того, что вы назвали, это все-таки направлено на то, чтобы наибольший товароборот получить и привести к себе покупателя. И все формы, в принципе, собственности и те организации торговли, которые наши там коммунальные, которые с долей государства, ну их все-таки меньше, и частные организации, они стараются максимально каждый друг перед другом забрать покупателя и забрать, соответственно, те деньги, которые покупатель готов отдать за товар, который представлен в наших объектах. И скидочные мероприятия, активные какие-то формы распродаж, различные интересные мероприятия, они постоянно проводятся. Все лишь нужно отслеживать, мы стараемся тоже поддерживать их информационно. И они есть, эти все мероприятия. Да, может быть, это еще и недостаток информирования, потому что о сезонных распродажах в Европе никого не нужно. Как-то дополнительно информировать. Все знают, когда черная пятница, когда можно буквально там за копейку приобрести какие-то вещи из прошлой коллекции, которые не были распроданы. А у нас может годами какая-то вещь оставаться и стоит практически столько же. Да, пока такие факты есть. Конечно, это все-таки, в первую очередь, проблема не только торговли, это проблема наших производителей, поскольку на сегодняшний день, если речь идет о реализации, все-таки то, что вы привели пример, когда распродаются вещи конкретного бренда, это все-таки именно со стороны производителя. Идет уступка по цене. А уже те, кто реализует эти вещи, они могут предложить те условия. Поэтому это общий вопрос. Мнение нашего телезрителя сейчас узнаем, ну или попробуем ответить на вопрос. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел бы узнать, почему в центре города, по проспекту Ленина, 32, значит, стоит уже более полутора лет, бывший магазин железнодорожный. Там большая достаточно торговая площадь. Значит, такая ситуация вот напротив администрации железнодорожного района, напротив фонтана, на площади Победы. Значит, ну, большие торговые площади стоят. Неужели у нас нечего продавать? Пустые, пустые площади, да? Правильно понимаете? Да, ну вот бывший магазин железнодорожный, там, он практически на весь дом, там, так сказать, достаточно большая торговая площадь. Пускай там Еврооб, пускай Ауми, пускай, ну, кто-то, ну, так сказать, я думаю, желающие найдутся. Ну, почему стоит? Да, магазин там закрыт, да? Да, давно стоит. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, интересное явление. Центр города, да, самый, казалось бы, такой наплыв покупателей потенциальных, пустые площади. Ну, я понимаю, о каких именно магазинах идет речь. Значит, то, что касается объектов торговых, которые напротив администрации железнодорожного района, должен был у нас там открыться торговый объект, но в связи с тем, что жители, проживающие в этом доме, с многочисленными жалобами обращались, поэтому магазин не был открыт. В данном случае ищутся новые арендаторы, те, кто смогут зайти и воспользоваться этими площадями. В отношении второго магазина это практически идентичная ситуация. То есть на сегодняшний день административных рычагов по открытию объектов, то есть кто-то захотел, мы захотели и открылись, у нас такого нет. Все-таки это рыночные отношения, каждый выбирает сам для себя, где он хочет работать, в каком формате хочет работать, и это все уже вопросы бизнеса. Спасибо. Подошло время для нашей рубрики «Есть мнение, как вы оцениваете культуру обслуживания в торговых объектах». Таким вопросом к гомельчанам обратились наши корреспонденты. Давайте узнаем их мнение. Обслуживание, конечно, хорошее везде. Вот у продавцы внимательнее, товара достаточно. В некоторых магазинах по ценникам вопросы возникают. То есть стоит товар, ценника нет. Нет, если несколько случаев были. Качество торгового обслуживания я стараюсь ходить вот по маленьким точкам, там, где всегда можно спокойненько прийти и спокойненько что-то купить. В основном на рынке приходится покупать, там немножко дешевле. Очень часто встречаются, особенно в центре, много касс. Несмотря на то, что много касс, в магазине работают 2-3, очереди на полмагазина растягиваются. Приходится, заходишь в магазин, видишь эту картину, разворачиваешься и уходишь. Но, в принципе, это только в центре, по окраинам такого я не наблюдал. Сейчас лучше. Раньше же не было даже купить, а теперь лишь бы деньги и все купишь. Обслуживание достаточно на хорошем уровне, и таких претензий особо нету каких-то. Хорошая продукция, хороший персонал. Никогда не бывает грубых слов. Да, не грубят, это самое главное. Всегда улыбаются, всегда говорят, приходите еще. Я лично не сталкивался с какими-то проблемами. Хотя знакомые рассказывали, что бывает отношение продавцов немножко не такое, как должно быть торговля. То есть, когда продавец считает, что он больше знает, что нужно покупателю, чем покупателю. То есть, такое есть вообще распространенное мнение, что почему-то в Беларуси торговля и сервис меньше, чем у соседей развития. Ну, как бы, по мне, я не могу сказать, что прям замечаю сильно хуже. Наверное, иногда бывает, что у нас люди немножко немотивированы в торговле оказывать хороший сервис. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о развитии торговли. К сожалению, уже совсем немного времени у нас остается до окончания программы. Александр Иванович, как оценивают культуру торговли и уровень сервисов в Беларуси эксперты? Ведь есть наверняка какое-то компетентное мнение, да, и оценка? Ну, я с такой оценкой не знаком. На самом деле, конечно, каждый для себя дает свою оценку. Да, и она субъективная, и основана все-таки именно на опыте, на каких-то ожиданиях. И для каждого это все-таки свое, поскольку мне приходится часто снова же общаться. Вот я посещаю сельскую местность, города посещая, различные объекты. Стараешься спросить, вот насколько, какое у вас тоже отношение. Вот аналогично, как было в данном опросе задан вопрос. И очень разные мнения. Очень разные мнения. Иногда, когда видишь, что все-таки может быть даже вот есть определенное недовольство, а население говорит, а нас все устраивает. Замечательно работает продавец. Все, необходимый товар есть. Ну, вот такая оценка. И есть, наверное, все-таки где-то, может быть, завышенное ожидание. И даже, с другой стороны, такой потребительский экстремизм, когда, ну, наверное, все-таки не сравнивали, не видят, что это достаточно высокий уровень обслуживания, а хотят что-то еще. Ну, это все-таки, наверное, психология, отношения людей. Ведь и продавцы, вот свое хорошее отношение, ну, все-таки, наверное, это не столько от заработной платы, зависит, сколько еще и от усталости. Ведь в конце дня прийти, и человек отработал смену, это тяжелый труд, на самом деле, работа продавца, работа работников общественного питания объектов. И у них тоже может быть усталость, может быть плохое настроение, а им нужно стараться держаться. Ну, кто-то, кто-то, может быть, и не удержится. Ну, в целом, я считаю, что нам необходимо еще работать именно над культурой и над качеством обслуживания покупателей. Ну, все-таки, в Ваших словах прозвучало, что уровень хороший. И я с этим согласна, потому что, ну, не приходилось сталкиваться с тем, что могло бы это опровергнуть. Совсем немного времени у нас. 1 июля Минторга рекомендовал субъектам торговли указывать информацию на ценниках, о цене пищевых продуктов за единицу товара. Вот выполняется ли это требование? Ну, учитывая, что это требование, даже не требование, а рекомендация, поэтому на сегодняшний день многие объекты, субъекты нашей торговли, они прислушались и выполняют эту рекомендацию. А у людей путаницы не возникает при этом? Вот что, сколько стоит? Нет, поскольку основная цена товара, она указана достаточно крупным и основным, а уже те, кто такие достаточно требовательные потребители, хотят сопоставить, вот все равно, да, если это различный объем по упаковке, то, соответственно, какая цена по-настоящему за литр или килограмм? Что бы Вы хотели пожелать Вашим коллегам накануне праздника профессионального, Александр Иванович? Ну, в первую очередь, конечно же, учитывая, что это тяжелый труд, каждому достойно представлять нашу отрасль, чтобы все покупатели уходили и наши гости в объектах общественного питания довольными от нас, ну и достойное вознаграждение вашего труда, ну и, конечно же, чтобы у Вас была поддержка ваших семей и близких людей, поэтому всем здоровья, успехов и благополучия. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Вы смотрели диалог, у нас в гостях был начальник Главного управления торговли и услуг Гомельского облсполкома Александр Качан. Спасибо Вам за внимание, за Ваши вопросы и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова